МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Два война окончатся, иначе и быть не может. Но я поплатилась за то, что я так безумно верила этому, потому что все запасали какие-то продукты. В результате я осталась только с одной своей карточкой. У меня ничего дополнительного не было. Поэтому я ральюшу завалила. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В январе 2022 года в Соленом переулке появился памятник блокадному учителю. Идея таким монументальным образом запечатлеть подвиг. Всех педагогов, работавших в осажденном Ленинграде, принадлежит петербурженке Надежде Строгановой. Она сама всю свою жизнь посвятила детям. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дети всегда спешили все в школу. Во-первых, дома холодина. А в школе они бегут все-таки классы немножко обогретые. Дома кушать нечего. А сюда они приходят. У них они знают, что здесь их скоро, через 2-3 урока их накормят. И они утром с удовольствием бежали все в школу. И учитель, действительно, их была классная мама. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В первую блокадную зиму в осажденном городе работали 39 школ. Опустевшие помещения закрытых учебных заведений использовали, но по другому назначению. Так, например, в школе на углу 6-й Советско-Исуворовского проспекта с началом войны разместили бойцов бригад МПВО. Но уже в январе 42-го сюда вернулись маленькие ленинградцы. В здание открыли детский дом. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА К середине декабря я уже прошла дистрофию 1-й, 2-й, 3-й стадии. К концу декабря у меня уже открылись цинга. Мы получаем приказ Горано в нашем здании открыть детский дом. Собрать все самим. Посуду, столы, кровати, матрасы, где нам искать. Нам присылают директором. Я ему подаю заявление, чтобы он меня освободил от воспитателя. Я не могу ничем помочь совершенно. Он берет мое заявление, разорвал мусорный ящик. Что говорит? Мы через неделю-полторы мы уже будем откроем детский дом. Мне, говорит, вы нужны. Вы одна, которая хорошо знает этот район. 19 января мы приняли из распределителя 200 небольших человек. Но из этих детей только третья часть самостоятельно со второго этажа могла спуститься в столовую, чтобы принять пищу. Всех остальных мы кормили в кровати. Вот в таком состоянии были дети. На них было страшно смотреть. Эти провалившиеся глазенки смотрели на тебя, причем так, как на спасителя, который к ним приходит. Дежурили у кроватых круглыми сутками. К моим ложечкам разжевали зубы горячий, чай вливали в рот. Если он глотает, доктор говорит, этого можно спасти. Давайте что-нибудь сейчас, хоть ложечку с жидкой кашки что-то вольем. А вот тот, кто уже и глотать не мог, это будет бесполезно. Что помогало вам держаться в эти самые сложные моменты? Директор у нас талант был на все руки. Он и на музыку, за пианино, он и петь, он и поэт, и художник, все в нем было. Он за ночь составил такую поэму в стихотворной форме, все. Целая ученическая тетрадь. И о каждом ученике, это воспитанник детского дома, хоть пару строчек. Кто чем увлекался, подняли мы всех абсолютно, которые лежачие были. Мы их завернули в одеяльце и усадили на стульки, чтобы они слушали. Нас зашевелились, и эти дети подняли головки. Потом и улыбка появилась. За время вот этой работы детского дома мы подняли на ноги. Три группы, три набора у нас вот такие были. 625 детей. Вы нашли свою любовь во время войны. Да, о какой там любви, богом, ползарячи. Никто об этом не думал. Это мне уже начали потом говорить, и к вам особенно директор относится. Я говорю, он и должен особенно относиться. Я все абсолютно делаю. Надо в кладовую, я иду взвешиваю. Надо к детям на ночь подменить. Я иду, я целыми днями там. Я говорю, ну, он должен относиться ко мне внимательно. Я даже и не представляла, и не думала об этом ни о чем. Но он как человек, он был очень порядочный, очень знающий, талантливый, очень испытатель. Я ему говорила, Александр Федорович, я, а мне пара. Простая учительница начальных классов. Даже педагогического образования нет. Я ему это доказывала. Он мне только повторял. Ты не знаешь себе цену. Вот все, что он... Летом 1942 года во всех районах Ленинграда прошла большая работа по учету детей школьного возраста. Многие с начала войны были эвакуированы или поменяли адрес. В новых классах за соседними партами оказались ребята с абсолютно разным уровнем знаний. И учителям в условиях непрекращающихся арт-обстрелов предстояло восполнить пробелы, дать новый материал и вернуть детей к нормальному учебному процессу. Все 10 классов работали 1 сентября по расписанию сели за парты. Наглядные пособия, конечно, готовили все сами. Нигде мы не могли ее туда достать. Сидели еще ночами это делали. Даже вот эти палочки складывать. Спичек несчастных у тех раньше вручали. Нас их то не было. Строгали доме, веточки начали ломать. Сухие веточки. Потом ребятам связывали пучочки для начальных классов. Бумаги нет. У кого дома были свои тетрадочки, там писали. Даже использовали тетради, которые были исписаны, а между строчек можно было писать. И такие были. И на газете писали, и такие были. С домашних заданий мы с них мало спрашивали. Они приходили домой, в большинстве случаев, в холодную комнату. Скорее надо было забраться в кровать и одеться. У большинства ведь дома никого не было. Мама уходила работать на фабрику. У нас несколько детей старшего класса во вторую смену и мы ездили работать к станку отца. Потому что домашние задания им мы почти не задавали, честно говоря. Все рассчитывали на школу. Придем, повторим с ними. Я помню, ко мне в третьем классе, это был 43-й год, второгодника ко мне посадили в класс. Он был на учете в милиции. Он уже сидел. Он был наводчиком в этой группе воров. И вот он ко мне попал. Когда он пришел, я его оставила после урока. Я говорю, Володя, я так рада, что ты пришел ко мне в класс. Я знаю, что ты так совпало, что ты живешь рядом со мной. Я в доме 19, а ты в доме 21. Ты в любое время можешь прийти ко мне. Я не хочу знать, что у тебя там было, кто тебе помешал заниматься. Но зато я знаю, что ты очень добрый мальчик. Что ты помогаешь всем. Так что мы с тобой будем друзья. Он окончил 8 классов. И я с Володей как-то не встречалась. Получаю письмо Надеже Васильевне. Это вот вы верили только у меня. Я служу в армии. И сегодня меня фотографировали на развернутом полковом знамени. Вот кто вышел из Володи Теридзева. Я помню, в 11 часов тревога. Первый урок. В 10 в 11 только начался третий урок тревога. Все спустились здесь в обоубежище. Продолжили в обоубежище уроки. Уроки кончились. Время обеда. Нам привезли обед. Потом ясно стало слышно. Сильнее стали разрывы наших зениток. Значит, сюда прорывается. Нет, это в нашу школу. А если прямое попадание в обоубежище, значит, мало того, что мы погибли, ведь все дети погибнут. Директор решил, давайте будем отпускать детей понемножку. Инструктировали детей. Что вы знаете, в тревога нельзя ходить. Вам надо, чтобы вас патрульный не увидел. Последних ребят уже стемнело, когда мы выпустили последнюю пятерку. Тревога все не кончалась. И враг все ближе. Разрыв действительно все ближе был. Мы все скорее стали по домам собираться у учителя. Только мы убежали, разрыв. Смотрим, а школы нет. Стоит половинка накремившаяся. А та половинка, где бомбоубежище, на том месте груда кирпичей. Попадание прямое не только в школу, а прям прямое попадание в бомбоубежище. Потому что от учителя и от наших ничего не осталось. Самое страшное было, когда пришли дети. Представляете себе, они шли к теплому помещению, к своей классной маме шли, которая их сейчас обогреет, их сейчас накормит. И вдруг вот такое. Сидите со слезами в моих глазах. И самые первые слезы у них. А кто нас накормит? Мы сразу объявляли, всем не волнуйтесь, дети, вы пойдете сейчас в столовую, мы сейчас всех накормим. Ну, в общем, мы успокоили детей. Здесь столько слез было, здесь было столько переживаний. Первый прорыв, когда блокады. Я проспала. Утром я встала. Прихожу в школу, и меня встречают в вестибюле, и дети, Надежда Васильевна, Надежда Васильевна. Ну, ну, я что-то, что-то я проспала, что-то я упустила. Блокаду прорвали. Мне даже было стыдно ребятам признаться, что я проспала, прорыва блокады. В общем, она мне рассказали, что прорывали эту блокаду. Я здесь быстро перестроила первый урок. Стали разговаривать с детьми, как мы встретили, что нас теперь ожидает. Теперь к нам будет прибавка хлеба. И дети были такие все возбужденные. Теперь нас не будут стрелять. Я говорю, нет, нет, дети. Это только прорыв блокады. Потому что стрелять у нас будут еще. Прорываться самолеты еще будут к нам. Но все-таки по этому коридору иногда будут прорываться и железнодорожные составы. Они нам будут теперь подвозить продукты. И вообще, конечно, были так. Мы возбуждены все, что первого урока у нас не было. Я считаю, что профессия учителя в любом абсолютном государстве это самая-самая главная профессия. Каким воспитает учитель молодое поколение, такое будет государство. Надо по-доброму. Вот как к своему родному ребенку ты бы относился, так относиться надо к каждому ученику. Любовь к детям, любовь к своей профессии. Это самая главная у учителя черта. Учитель должен идти в школу, зная, что он с любым учеником может найти общий язык. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова